МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также те, кто делает свои первые шаги к сотрудничеству. Это представители дипломатических миссий, бизнесмены из Румынии, Узбекистана, Бельгии, Катара, Пакистана, Индии. Да, мы всегда надеемся на сотрудничество с Беларусью. Ищем точки соприкосновения. Кстати, мы уже работаем вместе с Беларусью, особенно здесь, в Гомельском регионе. И если будет создана хорошая, благодарная среда для инвестиций, они придут. Сейчас некоторые проекты находятся еще, скажем, в условиях переговоров. Приехать сюда мне очень приятно. Во-первых, это отношение между Беларусью и Республикой с Вьетнамом. Очень братское отношение. Это дружественное отношение. Поэтому мне очень приятно проработать в Республике Беларусь. А то, что вопрос кончается в Гомельской области, на этот раз я уже три раза уже был в Гомелье. Это очень привлекательные инвестиции для Республики Беларусь. Наша компания довольно крупная, так что она имеет 15 направлений в бизнесе. От промышленного строительства, энергетики, медицины. Мы тут, потому что найти новых партнеров и новые рынки. Что связано с гомельскими компаниями, то мы уже работаем с компанией Гомель Стройматериалы. Мы являемся дистрибьютором базальтового каменной ваты в Румынии. Также мы третий раз находимся в Беларуси. И считаем, что мы находимся в начале пути. Для белорусских предприятий и компаний Гомельский экономический форум – это широкое поле деятельности, уникальная возможность презентовать экономический и инвестиционный потенциал региона. Наш леческий регион каждый год участвует в этом Гомельском экономическом форуме. И за последнее, за все это время подписано 4 инвестиционных договора, 7 протоколов намерений. Ну и в очередной раз мы в этом году участвуем и будем подписывать протокол намерений с АО «Таллинарганик» на реализацию инвестиционного проекта производства экологически чистых концентратов для кормовых добавок. Одно из приоритетных направлений является экономия ресурсов. И в рамках этого на сегодняшний день у нас открыто новое производство по пилетам. И с этого расчета у нас это предприятие обеспечивает 70 рабочих мест. Этот вид топлива, он является как бы перспективным. И своего рода это как замещение импорта. И мы на сегодняшний день можем его использовать как местные виды топлива. В рамках исполнения директивы номер 3, это экономия и бережливость, за последние годы райжелкомхозом проделана большая работа. Она занимает лидирующее место в области среди коммунальных предприятий по переводу котельных на местные виды топлива. В рамках экономического форума Гомельский район ищет инвесторов для реализации инвестиционного проекта по реконструкции биогазовой установки на базе Гомельской птицефабрики. Данная установка требует реконструкции, что также позволит нам вырабатывать газ, использовать его для собственных нужд предприятия. В нынешнем году на площадках форума работало 5 основных секций. Было представлено 160 проектов в самых разных отраслях. Деревообработки и строительстве, сельском хозяйстве и переработки вторсырья, разработки ископаемых. И практически все они ориентированы на инновационные технологии, энергоэффективность, хозяйский подход к ресурсам, поиск альтернативных и энергосберегающих источников. Предприятие принимает участие в Гомельском экономическом форуме не первый год. Мероприятие достаточно полезное. Буквально скоро состоится встреча с нашими брянскими коллегами и партнерами. Я думаю, что мы найдем какие-то общие точки соприкосновения, и это будет полезно как их стороне, так и нашей стороне. В ближайшем будущем планируется строительство энергоэффективной теплицы площадью 4 гектаров под выращивание огурцов и тепличных томатов. Так как старая теплица, она морально изжила себя, ей порядка 30 лет. Делается в первую очередь это с такой целью, чтобы увеличить выручку предприятия, сократить расходы на тепловую энергию, в том числе и для удешевления продукции. Насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа радушия царила в городе над Сожем. В рамках форума по традиции состоялось торжественное открытие 20-й юбилейной международной выставки «Весна в Гомеле» под главным девизом «Гомельская область – ваш партнер». Во дворце лёгкой атлетики на площади более 5,5 тысяч квадратных метров были представлены экспозиции сотен предприятий и организаций Гомельщины, а также иностранных участников. Проведено большое количество деловых встреч, посещений предприятий, презентаций и дегустаций. Сегодня здесь присутствует около 50 представителей на форуме из пяти регионов Украины. Я хочу сказать, что межрегиональное сотрудничество в торгово-экономическом сотрудничестве между государствами, между Белоруссией и Украиной занимает сейчас самое важное место. Потому что в результате успешно проведённой реформы децентрализации в Украине бюджетного процесса значительная часть средств оседает в регионах. Нам эти деньги очень интересны. Почему? Потому что мы должны помочь нашим украинским партнёрам освоить эти деньги. А нам есть, что предложить. К примеру, для строительства энергоэффективного дома всё необходимое можно найти в Гомеле. Так, впрочем, и делают в Украине, России, Прибалтике и странах Евросоюза, куда экспортируется продукция ОАО «Гомель» стройматериалы. И, в частности, плиты теплоизоляционные из минеральной ваты торговой марки «Белтеп», производство которых на предприятии намерены расширять и реконструировать с помощью инвесторов. Сам по себе материал достаточно уникален. Во-первых, он экологичен, то есть он абсолютно нейтрален и безвреден для человека. Область применения обширная. Значит, это утепление, звук, теплоизоляция, значит, наклоны горизонтальных, вертикальных поверхностей строительных конструкций. Этот материал обладает очень низкой теплопроводной способностью. К примеру, значит, вот плита толщиной 10 сантиметров и плотностью 100 килограмм на метр кубических заменяет 250 миллиметров деревянной стенки или же 900 миллиметров стены из кирпича. Поэтому этот вопрос достаточно актуален сегодня. В новый дом с новыми окнами. Это уже о белорусско-немецком предприятии «Бекер Систем», которое является резидентом свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». «Бекер Систем» уже более 25 лет является производителем производителем изделий из ПВХ, дерева, алюминий. Мы производим окна, двери, витражи. Считаем себя постоянным участником данной выставки. Нам это нравится. Мы с удовольствием принимаем участие, выставляем свой товар, рассказываем о нем, поскольку есть возможность встретиться напрямую со своим потребителем. Все, что касается окна, это, как правило, мы знаем еще со школы. Это основной источник, откуда идет холод. Естественно, все инновационные разработки построены на том, как эту решить проблему. Использование данного профиля из стеклопакета позволяет клиентам сэкономить как на расходах на теплоносители, так даже банально меньше и реже включать кондиционер летом. Сразу на двух выставках свою продукцию представила гомельское предприятие ОДО «Оникс» – первый белорусский производитель алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, термостатической аппаратуры. Отопительные приборы торговой марки «Месот» успели зарекомендовать себя как надежное оборудование, позволяющее экономить на жилищно-коммунальных платежах. В последнее время наибольший упор делается на электрическое отопление в связи с водом Беларуси атомной электростанции. И мы выпускаем электроконвектора различных модификаций, в том числе, которые будут управляться с телефона через Wi-Fi. Наша продукция – это энергоэффективная импортозамещающая продукция, которая в Беларуси не выпускается больше нигде. Автоматизация позволяет управлять непосредственно электротоплением во всей квартире. То есть удаленно через смартфон вы можете управлять температурой в каждом помещении, какая вам более комфортабельная. То есть когда не находитесь дома, вы можете снизить температуру, при этом сохранять электроэнергию и платить за это меньше. Когда вы собираетесь ехать домой, вы со смартфона подняли температуру до комфортной. Не осталось без внимания и актуальная тема больших городов – утилизация мусора. Областной центр расширяется, количество отходов прибавляется, а мощности старого предприятия не позволяют производить вторичный отбор материальных ресурсов. Гомельский полигон как физически, так и морально устарел, так как сооружен еще в далеком 1968 году. Инвестпроекты по этой назревшей теме предложили сразу несколько жилищно-коммунальных хозяйств области. На этот форум выставляется инвестпроект по строительству регионального полигона в комплексе с мусороперерабатывающим заводом. Задача ставится в целом как в стране, так и в Гомельской области строительство региональных полигонов. Значит, первая ласточка – это у нас получается город Гомель, соответственно, последующая территория – это у нас город Мозырь и, конечно же, город Жлобин. Данный полигон и данный завод будет предусматривать переработку вторичного сырья порядка 230 тысяч тонн в год. Значит, сюда будет доставляться отсортированный мусор на полигон. Это с таких территорий, как Гомельский район, Ветковский, Добружский, Чечерский, Будокошелевский, Лоевский и Речицкий район. Основные из пожеланий, которые представлены и в нашем инвестиционном каталоге, это все-таки освоение природных ресурсов, которыми богата наша Припятская полесь. Это и коалины, и бентонитовые глины, то есть все то, из чего можно строить, развивать. Вот на это надеемся, что наша Припятская полесь должна выстрелить уже по итогам этого года. А так нам ценен и дорог любой инвестиционный проект, будь то это металлообработка или медицина, потому что вкладываются не только инвестиции, но вкладываются новые компетенции, создаются новые рабочие места. 16-й Гомельский экономический форум собрал богатый урожай. Подписано 9 инвестиционных документов на общую сумму более 130 миллионов долларов. Среди них протоколы о намерениях реконструкции цеха ОАО «Гомельстройматериалы», строительство деревообрабатывающего предприятия и завода по переработке отходов металлургического производства, производство гидравлической аппаратуры и комплектации для нее, вторичные переработки полимерных материалов, строительство горнообогатительного комбината по добыче и переработке каолина и многие другие. Инвестировать в Комель район, чтобы расширять проект деревообработки. Конечно, с каждым бизнесом, в каждой стране есть риски, но как мы 15 лет уже здесь, тогда мы чувствуем себя как в своем стране. Как отмечалось на форуме, 16 лет назад в Беларуси дан старт новому формату работы с инвестором на региональном уровне. С этой целью серьезно переработанное инвестиционное законодательство, создаются условия для развития бизнеса, устранены многие административные барьеры. И сегодня в инвестиционном портфеле главного делового собрания Юго-Восточного региона Беларуси 97 подписанных документов на общую сумму почти 2,5 миллиарда долларов. Более половины из них уже выполнены или находятся в стадии реализации. За это время создано почти 3 тысячи рабочих мест по всей Гомельской области.